Всем привет, с вами Дарья Эдрей, и мы продолжаем Бэтмена, эпизод 4, Тейл Тейл Сериес. Ребятки, продолжаем после всего увиденного, после увиденного сраного Джокера, который мне не понравился, мы продолжаем. И я все-таки хочу узнать, что Джокер хочет нас попросить, о каком одолжении он хочет попросить, но мы уже предварительно ему сказали нет. Потому что психом говорить, да, нельзя. Я сегодня пью чаек из вот такой няшной кружечки. Вот, шоколадку еще, кстати, не успела поесть. Вот, так что давайте продолжим, продолжаем. А сама вместе с Кобблпотом готовилась меня свалить. Хорошо, что семейные адвокаты смогли вас вытащить так быстро. Знаешь, что я забыла? Я забыла сделать самую важную вещь. Я забыла сделать. Вот так вот, вот дисплей себе, монитор, чтобы видеть все хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не то слово, у Бэтмена есть важное дело. Даже за время краткого отсутствия Бэтмена в Готэме стало намного опаснее. Общественное мнение относительно Брюса Уэйна. К черту общественное мнение. В рот я его. Алл, мне плевать на общественное мнение, и тебе желают того же. Я рад бы с вами согласиться, но чем больше людей призывает наказать вас по справедливости, тем труднее может стать ваша другая работа. Ну, правда-то че? Ой, предатель сраный. Харви, здорово. Надо было оставаться в лечебнице, куда я тебя поместил. Чего ты хочешь, Харви? Не таки, как ты, улицы Готэма сейчас небезопасны. Я справлюсь. Все будет в порядке, Харви. Я справлюсь. Вряд ли ты осознаешь, какой опасности находишься. Ты, может быть, не слышал, но дети Архамы ушли в подполье. Очевидно, они замышляют какое-то нападение. Люди испуганы, в панике. Я должен был показать им, что моя решительность не ослабла, что Готэм все так же силен, и поэтому назначил врага тебя и твое корруппированное семейство. Послушай себя, ты говоришь, как сумасшедший? Нет, я всего лишь человек, которому надоело, что уроды вроде тебя правят миром и берут, что хотят. Я не могу допустить, чтобы ты так и бегал безнаказанным, Брюс, такова воля народа. Харви, избавь меня от всей этой чепухи про волю народа, и я знаю, что дело в тебе и во мне. Ты знал, что селинам мнение безразличное. Ты нанес мне удар ниже пояса, Брюс. Настоящий мужчина так бы не поступил. Харви, я тоже не хотела, чтобы все так вышло. Мне очень жаль, что это не повод для этого нелепого крестового похода против меня. Мне не нужны никакие поводы. Ты преступник, и я тебя уничтожу. А, ненависть. Брюс? Брюс! Разговор окончен. Эх, Харви. Гавнюшок. Что здесь происходит? Ну, я согласна, я подлила масло в огонь с селиной. Ну, а что сделаешь? Там все ясно было. Я не знаю, какое твое мнение. Так, так, так. Брюс Уэйн. Вы чем-то серьезно огорчили мэра? Хе, может, получу за это премию? Открывайте багажник, мы обыскиваем машину. Ты сейчас по своему рыльцу получишь, понял? Надеюсь, у вас есть ордер на опыск. Я знаю свои чертовы права. Ордер мне не нужен. Мэр Дэн дал нам на все полномочия. Ну же, что за задержка? Сядь я к себе в машину. Конечно, надо было догадаться. Возвращайся в Акрам, проклятый маньяк. Берегись, а то останешься старым коблпотом. Спокойно. Я устал, я хочу есть, а три дня не был в душе. Я просто хочу попасть домой. Если ты не уберешься с моего пути, Богом клянусь, я перееду тебя, а потом вернусь и перееду еще раз для верности. Брюс, я справлюсь, Альфорд. Вы слышали, верно? Это психопат, мне угрожал. Ага, у меня все записано на пленку. Твою мать, вот выбираешь один вариант ответа. Твое место под замком. Боже, мне так жаль. Я выбрала самый, наверное, безобидный. Все будет в порядке. Нам просто нужно уезжать. Некогда тебе обижать, ублюдок. Следующий выстрел будет на поражение. Как по мне, мистер Брюс Уэйн, я вижу два выхода из ситуации. Или я спускаю толпу на вас и посмотрим, как вы себя поведете перед судом Линча. Или вы делаете небольшой взнос в фонд нашего с парнем благосостояния, на патроны и так далее. Что скажете? Нас блокировали, я не могу сдать назад. Сэр, дела принимают неприятный оборот. Что прикажете? Иди на таран. Это не бэтмобиль. Давай же, Альфред. Шиши. Главное, чтобы Альфреда не ранили. А так, ничего. Рад, что ты цел. Увидимся, когда вернусь. Рада. Селина, детка, со мной опасна. Но она должна жить у меня, по идее. Нужно кое-что обсудить. Блин, почему у него вспышки агрессии до сих пор? Значит, ты уезжаешь? Брюс, Харвид совсем запутался. Он кричит во всех новостях о том, как тебя нужно призвать к ответу. Бросает в тюрьму, кого хочет. Мне совершенно не интересно, что он планирует для меня. Тебе не нужно волноваться о Харвиде. Я буду защищать тебя от него. Не выписывай чеки, которые не можешь обналичивать. Разве ты не понимаешь, когда Харви застал тебя у меня дома, ты совершенно слетел с катушек. Значит, ты хочешь сказать, что мы виноваты в его срыве? Я? Да. Не пойми, неправильно, Брюс. Эта ночка выдалась веселенькая, но не умирать же из-за этого. Он опасен. Я понимаю. Мне это не нравится, но я понимаю. Спасибо, я оценю это. Но черт, эти щенячьи глаза сейчас разбивают мне сердце. Ты куда направляешься? У меня есть кое-какие дела, которые нужно уладить. Что с дела? Посмотри на тебя, Брюс. Ты не в том состоянии, чтобы справиться с Харви или с детьми Архэма, если на то пошло. Конечно. Это моя машина. И баба уходит. Жопотка обделяет. Увидимся. Удачи со всем этим. Мне кажется, варианта ее не отпускать не было, она бы и так ушла. Но почему у меня вспышки гнева до сих пор продолжаются? Я в порядке, мне просто нужно добраться до компьютера. Вы истощены. И действие наркотика Леди Архэма все еще может на вас влиять. Вы видели, как вещество все еще действует на Харви? У него параноидальный синдром. Харви превращает Готэм в полицейский участок. Освальд украл мою компанию. Нам нужно найти Вики и детей Архэма до того, как все это взорвется. Вы не в состоянии работать. Тогда помоги мне. Такое чувство, будто вокруг меня вся пещера обрушилась. Конечно, я помогу. Давайте начнем с самых насущных проблем. Ты прав. Давай сосредоточимся на том, чтобы вылечить мою голову. Подними всю информацию о наркотике Вики Вейл, которую можно поднять. Да, конечно. Если я сумею нейтрализовать действие наркотика, то смогу синтезировать противоядие. Начните сканирование ДНК. Сравните его с моей ДНК в архиве Бэткомпьютера. Я подготовлю компьютер. Итак, нам нужно сравнить два образца, правильно? Это переработанный образец наркотика, взятого офицером Антой после того, как она убила Фалькона. То есть это уже более новый, да? И часть ДНК. Вот моя ДНК до случившегося. Теперь нам нужно это соединить. Похоже, что наркотик присоединился к определенным белкам в структуре генома. Если мы сможем изменить молекулярную структуру наркотика, то сможем создать антидот. Когда вы поймете это, у нас будет работающий антидот. Мы сможем вылечить других пораженных наркотиком? Нет. Хотел бы я, чтобы это было возможно. Это лекарство основано на моей ДНК, оно подействует только на меня. Чтобы излечить других людей, нам придется расшифровывать структуру генома каждого человека и сделать для них лекарство. И у нас нет на это ни ресурсов, ни времени. Вот почему нам повезло, что у нас есть мой уже образец, да? Окей, нам нужно что-то выбрать, да? Ух ты, блядь. Создайте противоядие. Сопоставьте последовательность молекулу наркотика с ключевым изображением. Поиграем. В игру под названием Дашка Охрененный. Не-не-не-не-не. Ну, похоже, но чуть-чуть. Ну так вот, приблизительно. Ладно. Нихера не похоже, честно говоря. Хорошо, давай дальше. Будем цеплять вот эту вот штуку. Так, ну это уже ближе. Так, она соединяется в точке тут, тут и тут. Ну, в принципе, похоже. Давай перейдем сюда. Ты, конечно, можешь сейчас орать на меня потом... Во, все. Не ори. Я все делаю правильно. Ты же рад? Я рада. Так должно получиться. А, интересно, ну ладно. Нет, ну это же игра тут же, по-любому. По-любому же мы создали бы противоядие. Это же не могло бы, типа, мы могли создать что-то, а это бы не работало. Чтобы она подействовала, нужно ввести прямо в вену. Я и не думал, что это будет слишком легко. Используйте. Давайте вколим. Ну и давай, Брюс. А до какой отметки, ептите? Все хорошо, Брюс? Скажи мне, что все хорошо. Все пропало, пропало, пропало. Но Брюс очень выглядит из-за утомленного. Это сработает, Альфорд. Я чувствую себя лучше уже. Так что мы будем делать теперь? Сначала мне надо было знать, что Вики, Леди Архом, была занята, пока... Была... да. Ладно, пока я тут. Поиски всей недавней активности Леди Архом. Хм, пресса сообщает, что Вики Вейл пропала. Да, и очевидно, полиция еще должна найти тело. Эта женщина пыталась сделать из вас сенсацию, притворяясь, что ей не все равно. Она предала вас. Никогда ей не доверялась. С ней всегда было что-то не так. Ваши инстинкты ошибаются крайне редко. Но это даже кто-то сидит. Она играла в мною все это время, хотела меня сломать. Она хотела, чтобы я попала в Вархом. Она хотела, чтобы я почувствовала то, что мой отец сделал со всеми этими людьми. Брюс. У нее были планы помасштабнее, чем я, Альфред. Бэтмен остановил ее на стадии начальной. Я ей не верю, короче. Но если это правда, то она еще опаснее, чем раньше. Я знаю. Я встретил кого-то в Вархоме и получил зацепку, как найти ее. Зацепка? Вы правда думаете, что можете доверять кому-то в лечебнице Архом? Не в обиду вашему недавно проведенному там времени, конечно. Заслуживает доверия или нет, но это лучшая зацепка, которая у нас есть. Он сказал мне, что если я хочу узнать то, что она запланировала, то должна отправиться в дом ее родителей. Если Вейлы все еще живут годами, то должно быть их будет просто отыскать. Ясно. Не ясно, а есть. Брюс. Да. Если вы найдете мисс Вейл, пожалуйста, будьте осторожны. Блин, да Брюс измученный. Ну, реально бы не помешало бы часок-другой поспать. И не помешало бы поесть, принять душ. Ну, серьезно, блин. Стрёмно за такого Брюса играть. Готэм Хайдс. Резиденция Вейлов. Я время упустила, к сожалению. Итак, мы пришли сюда Бэтменом. Бэтмен, по-моему, очискованно двигается. Я в доме Вейлов. Тут довольно-таки уютно. Ну, как уютно? По-моему, не очень. Ой, пройдите вглубь дома, чтобы получить лучше обзор. Это я с удовольствием. Бэтмен, по-моему, еле движется. О-о-о-о. Не дай бог кто-то нас увидит на месте преступления. Что это? Наркотик. Альфред, Вейла мертвы. Протверждаешь один труп, но тут много крови. Предупреди Гордона. Сделаю. Пока не знаю, какая тут связь с наркотиками. Чтобы им не было известно, Вики позаботилась, чтобы они замолчали. Пипец. Ну, давай обыскивать, пока не пошел Гордон. Шприц. Похоже, она не изменяет своим привычкам. Изучите улики на месте преступления. Тот же самый наркотик? Да, но доза в несколько раз больше, чем та, что досталась мне. Возможно, она повышает ставки. Здесь явно что-то личное. Будем искать. Итак, мисс Уэйл. У нее нет глаз, их вырезали. Жесть. Неприятно. Просто жесть. У нее на шее след от инъекции, вроде той, что делали мне и Монтои, но гораздо хуже. Итак, давай проведем связь. Да, 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 связать. Что-то не так? Тот же устройство, тот же наркотик. Можно прийти к выводу, что убийца Леди Архам. Ну, блядь, к такому выводу я бы не, прям, не, 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 не подходила бы так. Потому что это может быть и кто-то другой из ее подопечных, скажем так. Ой, схрустнул стул под моим весом уже. Давнее семейное фото. Вики здесь нет. На фото изображены Вэйлы с каким-то другим ребенком на фоне промышленного здания. На здании виден логотип. Давай подумаем, какое с чем-то можно потом связать. Нам нужно все исследовать до того, как придет Гордон. Я надеюсь, Гордон не будет так сильно спешить, потому что спешить уже, в принципе-то, и некуда. Все люди мертвы. Спешить вообще некуда. Стены забрызганы большим количеством крови. Кровь лилась не струей, как из артерии. Лилась. Ее бешено разбрызгали. Стой. Тут же след, как будто стену и силу что-то ударили, замазанное кровью. Не, что-то бросили? Ничего такого не вижу. Это еще нужно найти, что сюда бросили. Волосы. О, господи. Нашел клок волос. В нем есть что-нибудь особенное? Ее срубили под нисходящим углом, судя по ровному срезу с большой силой. Это чем таким острым могли срубить волосы-то? Прям реально. Прикинь, каким... Ну, я просто не знаю, как так... Чем таким острым реально можно срубить волосы? Какой-нибудь, не знаю, мачете или сабля какая-нибудь там, знаешь, рапира. Или как они там называются? Следов крови нет, это не орудие убийства. Тогда почему он лежит на полу? Да он просто... Просто лежит на полу. Потому что тут все лежит на полу, если уж на то пошло тут. Не-не-не-не-не, давайте не будем пока трогать. Чулан. Открыть. А там трупецкий номер два. Повешен? Альфред, я нашел мистера Уэйла. Живой? Нет. Он повешен? Скончался, по крайней мере, десять часов назад, судя по состоянию мягких тканей. Глоготип компании. Похоже на глотип какой-то фирмы. Сейчас мы свяжем ремень. Тяжелая пряжка ремня покрыта кровью. Перед тем, как повесить мистера Уэйла, его избили ремнем. Они между собой как-то, что ли, начали цепляться. Давайте свяжем логотип. И свяжем фотографию, на которой тоже логотип есть. Я думаю, тут связь какая-то есть. Ну, по крайней мере, я так полагаю. Логотипы совпадают. Мистер Уэйл владел отопительной компанией. Уже ищу. Да, у него просторный склад в промышленном районе и парк грузовых автомобилей. А теперь все это досталось Вике. Да. Черт ее знает, эту бабу, на самом деле. Потому что откуда в ней столько жестокости, я черт его знает. Убить своих родителей. И сначала она нас обвиняла за то, что мы сделали с ее родителями. А потом она их сама прикончила. Да хрен вообще тут разберешься. Больше зацепок я особо не вижу, честно говоря. Можно, конечно, волосы с ножом связать, но это не орудие убийства. Ну, вот это как раз, наверное, тот острый ножик. Хотя каким он должен быть заточенным, это еще. Видимо, миссис Вэйл пыталась защититься с помощью ножа, но он только скользнул по волосам убийца. Я предполагала, что это могут быть волосы Вики. Итак, по поводу пряжки, по поводу ремня. Я, честно говоря, немного в растерянности. Может быть, это как раз его брызги крови? Давай. Но тут больше не с чем связывать, поэтому... Это может быть как раз эта бляшка, которую... Которую об стену. След соответствует форме пряжки ремня. Видимо, во время избиения он задел стену. Что все-таки случилось в этом доме? Думаю, я это знаю. Когда на станции мы ей помешали, Вике нужно было куда-то перепрятать свои запасы наркотика. Отцовские грузовики и склады были отличным прикрытием. Для этого ей нужно было убрать родителей. Когда Вики Вэйл окончательно стала леди Архом, Вэйлы стали ей не нужны для того, чтобы поддерживать ее прежний образ. Вики явила, чтобы напасть на своих приемных родителей, но сначала здесь была не только ее мать. Мисс Вэйл стала сопротивляться и отрезала Вике клок волос. Потом Вики подчинила себе ее тем же наркотикам, что вколола мне, но в гораздо больше дозы. Почти смертельной. Затем она вырезала матери глаза, что подтверждает глубоко личный мотив. Очевидно, это что-то вроде вендетты. В это время вошел мистер Вэйл. Вики напала на него и била пряжкой его же собственного ремня, пока он не потерял сознание. Затем она затащила его в чулан и повесила на ремне, но он же был мертв от кровопотери. А как, блядь, такая баба-то смогла? Ой, это ужасно! До сих пор она не проявляла склонности к насилию. Альфред. Кажется, в доме кто-то еще есть. Маленький ребенок. Я буду искать тепловой след. Если в помещении кто-то есть, я его обнаружу. Давайте искать тепловой след. Чисто. Здесь ничего нет. Я полагаю, тут ребенок, который успел спрятаться. Не знаю, что на Вике нашло. У гостиной вряд ли что-то есть, кстати говоря. Нашли что-нибудь? Нет, что-то наверху, мне кажется, все-таки. Мне так показалось, что звук все-таки был сверху. Почему Вике проявила такую жестокость, я не понимаю. Реально не понимаю. Здесь кто-то есть под лестницей, живой. Чулан. Давай, открывай. Мальца достанем. О! Сколько он здесь 10 часов пробыл? Все хорошо, все хорошо, я тебя не обижу. Сэр, у вас все в порядке? Это ребенок Альфред, мальчик с фотографией. Он цел? С ним все в порядке, если не считать шока и нескольких синяков. Он будет рассказать мне о том, что здесь было. Возможно, если вы подойдете этим путем, будьте осторожны. Вот, блядь, сейчас будет прям... Будет сейчас момент Икс. Эй, все будет в порядке, все будет хорошо. Эй, прости, что я тебя напугал, все будет хорошо. Ты должен мне рассказать обо всем, что видел или слышал. Это важно. Я слышал, что кто-то говорил какие-то наркотики, да, и про бой с полицией. Я не знаю, с кем. Не знаю, кто, потому что я ничего не видела. Я не видела, потому что я тут спрятался. Пожалуйста, не надо меня наказывать. Успокойся. Ты мне помог. Спасибо. Блин, не выводи ребенка в этот... В эту жесть. Что это? Пряжешься? Ложись! Ёб твою мать, вы че, ёптить, 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 ёптить? О, добрый вечер, Бэтмен. Какое удовольствие видеть тебя здесь. Пингвин. Позволь, я угадаю. Ты пытаешься превосходить наш следующий шаг? Правильно? Я близок к истине? Это жалко. Блин, я не ожидала. Я расставил мышеловки по всему городу. Но мне следовало знать, что выманить тебя из укрытия может старое доброе двойное убийство. Та-да! Блин. Я не ожидала, честно. Вот прям жутко не ожидала. Оп! Эруина. Оп! Оп! Давай, давай. Я же... Два раза аж пришлось мне. Два раза аж пришлось мне кинуть. Че произошло? Что за... Сука. На, ёпт. Получи по щам. Я че-то вообще немного не сейчас не в этой теме. Не в теме вот этого боя. Я так спокойно читала. Пыталась там проникнуться к мальцу там. Ты не ранен? Ты цел? Тебя не ранили? Я в порядке. Надо было похвалить его. Во-во-во, не надо было его выводить вообще. Они мертвы. Тебе лучше не смотреть. О. Прости меня. Они всегда были добрыми. Но они мне дали крышу над головой. Я обещаю, что не остановлюсь, пока не поймаю убийцу. Пипец. Ты паренёк, который спас Бэтмена. Что бы ни случилось, куда бы ты ни попала, ты всегда останешься так. У него губы не шевелились. И я всегда буду перед тобой в долгу. И у него опять губы не шевелились. Бэтмен. О боже, что здесь делать ребёнок? Это единственный выживший. Давай выбираться отсюда. А Монтою разве не выгнали? Он меня спас. Это же Монтоя была, да? Она же сдала значок, нет? Боже, что это Леди Архэма? Опять? Зачем им нападать на кого-то вроде Вейлов? Потому что их дочь Вики, это Леди Архэм. Она убила родителей, чтобы использовать склады компании под хранилища своих запасов наркотика. Вики Вейла с газеты? А что этот мальчик в таком случае? Он приёмный сын. Я предполагаю, что он ещё один живший у Вейлов приёмный ребёнок. Говорит, слышал что-то насчёт наркотиков и нападений на полицию. Точно сказать не могу, но похоже, что дети Архэма планируют как-то использовать наркотики против ваших людей. Спасибо за предупреждение. Склад принадлежит отопительным компаниям Вейла и имеет смысл захватить его как можно скорее. Займусь немедленно, а вы что? У меня есть ещё одно дело. Походу, Коппл-Пот добрался до этого. Лейтенант, что тут происходит? Осматриваю место преступления, комиссар. Вы закончили, я беру расследование на себя. Не могу рисковать тем, что вы снова позволите Бэтмену нарушать картину преступления. Эть, ёпт. Дом, милый дом, открыто достижение. Итак, вот так вот мы сделаем. Итак, собственно, о чём-то я говорила и что-то меня перебили. А, скорее всего, у меня есть подозрение, что Коппл-Пот пробрался в наше тайное отделение с нашим другом Нигером. Я не помню, к сожалению, как его зовут. Которого мы оставили там следить за Коппл-Потом. Мне кажется, с ним что-то уже неладное случилось. И Коппл-Пот пингвин пробрался в это секретное отделение. Ну, а на сегодня мы, пожалуй, всё закончим. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем до следующего видео. Всем пока!